Большой фойе областного центра молодежного творчества едва вмещало такое количество гостей. Поводить хоровод до новогодней красавицы, встретиться и пообщаться в город над Бугом приехали почти полтысячи ребят, из которых 240 особенные. В толпе их рассмотреть можно разве что по немного испуганным взглядам. Столько людей в одном зале они видеть нечасто. Однако, несмотря на волнение, малыши искренне рады разделить большой праздник вместе с другими. Они очень довольны, у них очень всплеск потом идет такой, они очень эмоциональны становятся. То есть для них вот такие мероприятия очень-очень нужны, потому что они вот потом тебя в дальнейшем ведут как-то, ну по-особенному. Юный артист областного центра молодежного творчества подготовили для ребят большую развлекательную программу с конкурсами, викторинами, играми. Живое детское любопытство здесь было сильнее других чувств, поэтому малыши задорно подпевали, отгадывали загадки, общались с яркими персонажами. А родители, глядя на их счастливые лица, на мгновение забывали о трудностях, подпитываясь душевным теплом и радостью. У взрослых людей происходит переоценка ценностей. Они совершенно по-другому, другими глазами начинают смотреть на жизнь, на те, наверное, трудности, которые возникают у каждого из нас в жизни. Они кажутся такими мизерными по сравнению с тем, когда они видят, как вот ребята, у которых особенно тяжелая форма инвалидности, как они с легкостью преодолевают это все. И устраивать такие праздники для них тоже большая радость. Ну, наверное, поэтому их сегодня здесь, на нашем празднике, и достаточно много. В рамках праздничного мероприятия состоялось открытие вернисажа «Мой особенный мир». Его авторы через призму своих творческих работ постарались раскрыться перед публикой, показать, насколько многогранен их внутренний мир, как они умеют чувствовать и сопереживать. Труд начинающих мастеров был отмечен на сцене памятными подарками, собранными силами спонсоров, которые понимают, чужей беды, как и чужих детей, не бывает. Трудно ожидать от детей особенных каких-то сверхъестественных результатов, но когда начинаешь знакомиться с результатами их работы, начинаешь сомневаться в своем понимании. Они молодцы, они делают, конечно же, при помощи педагогов, конечно же, при помощи родителей, но они умеют творить. Их работы заслуживают внимания. Это очень важная миссия, не только для меня, наверное, для моих всех работников, которые всегда стараются помочь им, могут, стараются всегда принять этих деток. Я расскажу тебе такую сказку, в которой будет только все сбываться. Раскрашу мир цветными красками, где ты и я. Новогоднее театрализованное представление увлекло ребят в мир рождественской сказки, где, вопреки любым невзгодам, добро всегда побеждает зло. И пусть так будет в жизни каждого, кто это чудо очень просит и ждет.